Итак, мы снимаем ролик про места силы. И я сейчас нахожусь в Дубае, район Дейра. Как вы видите, здесь много строительства, грязи. Мы можем делить места силы на положительные, отрицательные, нейтральные. Есть много других разделений, давайте разберём хотя бы эти. Сам город с активной жизнью, стройка, штрабление и так далее. Всё это приводит к потере энергии. То есть сам по себе город забирает силу у человека, и можно назвать его отрицательным местом силы. Хотя если здесь где-то храмы, где молятся люди, там человек отдыхает душой и набирается силой. В негативном месте где-нибудь, где ругаются люди, пьяные, помойки, естественно, там он теряет силу. Это не место силы, это просто негативная яма. Они бывают природные, но в городе их больше всего встречается, потому что просто это накоплено здесь, ничего не поделаешь. В природе это меньше встречается. Места силы, которые негативные, называем мы аномальной зоной. Такие я встречал в Крыму, в районе Айпетри. В аномальных зонах всегда бывают очень странные деревья. Ну, допустим, вы знаете, что обычное дерево, оно прямое, вот как здесь, позади меня. Аномальное дерево в аномальном месте силы будет, либо в виде раздвоения, расстроения стволов, причем не одно, а много. Мы такие видели в Казахстане. Есть в виде спирали, закрученные в одну и в другую сторону, и очень корявые, страшные деревья. Вот это аномальные зоны, где человек себя чувствует негативно. И в таких местах лучше не находиться, если вы не подготовлены, не умеете ставить защиту энергетическую. Иногда прям реально с больной головой человек уходит оттуда. Много процессов запускается, противно там находиться. Благотворные места силы вы можете прям дома сделать. Про те, которые разбросаны по земле, мы поговорим чуть отдельно. Дома что такое место силы? Это место, где у вас бьет световой фонтан или световой столб, как мы его называем. Для новичков это особая энергия. Кто у нас разбирается в вопросе, для вас все понятно. А новичкам-то не все понятно. Как мы делаем это место силы? Есть притча, я вот часто ее рассказываю. В Манхэттене живет йог в высотке. Ну, типа вот такой, как у меня, за спиной. И, как я уже говорил, в городе это клака. Это огромное количество людей, напряжение, стресс. К нему приходят друзья и говорят, слушай, у тебя тут странное место. Метр на метр бьет столб света, и там ты возрождаешься. Йог говорит, ну, ничего удивительного. А Манхэттен это как раз вот остров негативной энергии. Я там медитирую уже 10 лет в этом месте. Они ходили с рамками там, замерялись с маятниками. И вы точно так же можете сделать дома. Не обязательно 10 лет медитировать, вы просто можете создать некую точку силы, алтарь. Мы его называем. Там у вас 4 есть элемента. Вода, огонь, воздух, земля. Это всего лишь ритуал, это игра. Но внутри этой игры вы наполняете силой это место. Вы делаете открывающую медитацию. Вы молитесь за родных, близких, за друзей. Вы используете кристаллы, лики, элементы природы, да, о которой мы проговорили. И постепенно у вас нарабатывается некая печать энергетическая. Кто из вас смотрит аниме, я тоже вам рекомендую многим. Хоть это и в игровой форме, как ребячество, но на самом деле это все работает. Кажется, что это, ну, фантастика, но это так. Кто хорошо видит энергию, у кого открыт третий глаз, так называемый, вы можете увидеть во время работы алтаря, как вот это свечение разливается по пространству и защищает, окутывает все, кто в ее зоне действия находится. Поэтому место силы дома, алтарик, заходите к нам на марафон, я вас научу подробнее, как это делать, где он должен находиться, как его выстраивать, это уже в мастер-классе обсудим. Дам вам микрофишку, микро-чек-лист, ссылки вы знаете, где брать. Когда вы попадаете в место силы, природное, или храм, это искусственно созданное место силы, вы входите в измененное состояние сознания, это стоит отметить. Это не просто вы там забалдели или еще что-то с вами произошло, что-то происходит вообще необычное. Вы как будто в пустоте, либо теряете вид времени, чувство времени, либо дыхание как-то пропадает, и вы прям там завороженные, застыли, балдеете. Если вы были в храмах разных, неважно только христианские или другие, часто это происходит. Ну, это истинные храмы, не новодел какой-то. Какие проявления у природных мест силы могут быть? Это могут быть деревья, как я уже отметил, это могут быть из камней какие-то пирамиды, построенные либо людьми, либо это природа, и так сложило интересно. Дальмены, вы знаете, различные древние сооружения, артефакты, развалины. Редко, когда это просто пустыня, плата и все. Даже в пустыне бывает, если бархан залез на какое-то храмовое сооружение, то, конечно, песок сверху, а снизу у тебя храм. Стоит отметить отдельные пункты. Места силы на четвертом измерении, на уровне четвертого измерения. Тоже для новичков это будет сложновато, но вы приходите в мастер-класс, там я объясню об этом. В любом случае, послушайте, сделайте заметки. Мы с вами живем в трехмерном пространстве, вот в городе, где здесь разные объекты, которые можно увидеть, пощупать. Но есть и другие частоты, на которых работает ваш мозг, сознание. Мы это не отслеживаем. Обычный человек, он не обращает на это внимания. Но вы точно, раз вы смотрите такие ролики про энергетику, эзотерику, что-то замечали в жизни, какие-то странные звуки, вроде ниоткуда не могут они появиться, цвета в глазах появляются, часто это зеленый и синий. Об этом тоже в мастер-классе расскажу. Так вот, на уровне Земли, четвертого измерения, или на уровне пространства, не только Земли, потому что есть вселенная четвертого измерения, существует мир. Вам порекомендую для этого, для развития мозга, для того, чтобы понять, о чем я говорю. Это Валериан и тысячи планет. Посмотрите фильм фантастический. Там, когда парень одевает маску по типу шлема виртуальной реальности, он видит, он пришел в пустыню, но он видит в этой пустыне, в этой маске дома, люди живут. То же самое, это очень хорошая иллюстрация того, что происходит. И на этом уровне четвертого измерения тоже существуют и места силы, и храмы, и различные существа, и сущности, и многое всего. О чем, в принципе, вы много можете почерпать из наших курсов, из мастер-классов. Если кто-то из вас с открытым третьим глазом, ясновидящий, вы это и так знаете, видите, ощущаете ли случайно, спонтанно. Если третий глаз открыт, вы это можете заметить. Еще один фильм, про который я хочу сказать, это «Земля будущего». Девочка надевает значок и проваливается в четвертое и другие измерения. И, например, вот я сейчас иду по городу, надел значок, и я вдруг оказался в джунглях. Или посередине реки. И это реальность. Кажется, фантастика, мультик. Но когда-то все для науки было фантастикой и мультиком, а сейчас уже реальность. В медитации вы можете прочувствовать, увидеть, ощутить, осознать вот эти вот слои более высоких частот измерений. Мы практикуем это в наших уроках. Берите упражнения медитации, которые я вам записываю. Не просто захотел, записал, а именно с определенного уровня сознания, то есть измененное состояние сознания, про которое я говорил, про места силы, в которые вы попадаете. То есть можно это искусственно вызвать в себе при помощи медитации. А у кого не получается или кто-то хочет зайти в более серьезные, глубокие частоты, вы идете вместо силы в пирамиду, в храм, молитесь. У алтарика это делаете, у вас начинают пробуждаться способности, ну как у супермена. Сверхспособности, ситхи мы их называем, пранические способности, энергоспособности. Ну вот, например, я прохожу, вот мечеть у нас тут. Вот в городе, где клоака, где негативная энергия, есть определенное место, храмик, спокойствие, где люди все в едином порыве, очень важно, стоячая волна, я об этом вам еще не говорил, в едином порыве, в одну цель начинают мыслить, думать, пропивать, молиться. Это запускает так называемую стоячую волну, которая может, как радиоволна, обогнуть всю планету и зарядить вот этой энергией, мы называем это молитва о мире, других людей. Ну или как минимум немножко им так, подумай про любовь, открой сердце. Ну, кто-то не обратит на это внимание, а кто-то словит эту волну. И вот еще тема у нас поднялась, мировые пуджи, это когда мы делаем такие молитвы мощные. На весь мир сотни, тысячи, миллионы людей молятся и восстанавливают энергию, ауру планеты. Продолжаем тему мест силы. Магнетизм. Понятное дело, существует магма в Земле, внутри. Огромное количество энергии, как магнитной, как электрической, как железной, как температурной, да, тепло и так далее. Она влияет на планету, это кровь Земли, считайте. И она влияет на людей, потому что все мы, вы знаете, электрические существа. И мы с вами разбирали тоже на уроках, на мастер-классах, что даже на уровне Земли мы имеем некий потенциал. 200 вольт, 300 вольт и так далее. Это факт, это не эзотерика. Соответственно, если магма близко подходит к разлому, через разлом, да, близко к поверхности, находясь в этом месте, человек будет это чувствовать энергетически, сердцем, другими чувствами. И первый пункт, второй пункт, это кратеры метеоритов. Допустим, летел в космосе железный, огромный, заряженный камень, и он упал на Землю. Соответственно, когда формировалась Земля, таких метеоритов было много, сейчас их мало. Вся Земля усеяна такими кратерами, и их не видно, потому что сверху осадочные породы. Ну, например, Европа — это один большой кратер. В Америке, в Латинской Америке, в Азиатской части этих кратеров огромное количество. И есть некие сердцевины вот этих вот метеоритов, которые, ну, сердце, железная руда, которая попала в Землю, не взорвалась, осталась там, она также влияет. Тем более еще и передает информацию космическую, да, немножко эзотерики добавим. Она летела сквозь миллиарды километров, посетила много миров. Неизвестно, может, это был кусок какой-то планеты. Это тоже влияет, и это тоже является местом силы. И зачастую ты не видишь, потому что, ну, на асфальте, на Земле ты это не увидишь. Например, здесь в Челябинской области, вы знаете, да, озера. Одно из них очень известное. Там упал метеорит, образовал кратер. В центре этого озера есть кристалл. Многие метеориты дают кристаллы. Это еще более мощный заряд, потому что кристалл несет информацию. Об этом мы с вами не раз говорили на уроках, потому что мы работаем с кристаллами. Вы можете там через третий глаз его прочитать, еще как-то использовать для зарядки энергии, для очищения и так далее. Это тоже очень целый большой пласт. Мы об этом сегодня не будем говорить. Если хотите, отдельный ролик я вам запишу. Поговорим о разрушенных местах силы. Это отдельная тема. Когда мы с вами... Опять Мула поет, но говорит, что это важно. Когда мы с вами путешествуем по местам силы, часто в наших поездках мы посещаем дольмены или похожие сооружения. На уровне 3D, трехмерного мира, они разрушены. На уровне четырехмерного мира мы можем их восстановить. То есть воссоздать некий портал или точку связи, ну как вышки сотовые, между небом и землей. Тут появляется термин сеть сознания или сеть сознания единства. Крайон описал очень хорошо магнитную решетку, друнвала. Почитайте этих авторов. Возвращаемся к восстановлению разрушенных мест силы. В принципе, когда вы создаете свой алтарь дома, вы некую операцию подобную делаете. То есть вы соединяете через медитацию энергетические потоки. Обычно это небо и земля. Мы являемся проводником. То есть человек, как электрический потенциал, сущность, существо, руки бога, является связующим звеном. Точно так же вы можете создавать, связывать через себя, через свое сердце места силы разрушенные. Будь то дольмены, если вы там медитируете, будь то вообще невидимые 4D храмы, да. Лабиринты в том числе. Мы о них тоже не говорили. Но лабиринты тоже являются местами силы. На Белом море есть несколько таких семи-двенадцати проходных лабиринтов. Это вы пишете себе отдельно. По ним тоже можно отдельный ролик снять. Просто пока запомните. Проходя такие лабиринты, человек меняет сознание. Либо что-то в нем щелкает такое, и у него изменяется миропонимание, мироощущение ценности. И мы сейчас медленно переходим к следующему пазлу. Это ситхи сверхспособности. Когда человек попадает вместо силы, будь то магматический разлом, или дольмен, или даже алтарик ваш домашний, с ним могут происходить метаморфозы. То есть он может ощущать какие-то странности. Там третий глаз откроется. Ну, это в нашем научном кругу такой термин. Может видеть что-то, что-то непонятное, или звуки какие-то слышать. Это потому, что его тело начинает пробуждаться. Так как мы все спим, вы понимаете, да. Мы как биооболочки, как спящие биоскафандры, биороботы. В основном спим своим сознанием. Мы, как супермены, не помним, не знаем и не можем во сне реализовать полностью свои суперспособности. Но когда вы начинаете изменять свое сознание, то есть просыпаться из спячки, вы начинаете вспоминать, о, у меня есть рука, я могу ей двигать. О, у меня есть третий глаз, я могу им видеть. Такие вещи происходят часто в местах силы. Я думаю, что у вас нечто подобное тоже было. Напишите в комментах, если вы это замечали, испытывали, переживали такой опыт. Разберем еще один элемент. Это родовое поместье. Наверняка вы слышали этот термин. Это тоже является местом силы. Не зря люди очень откликнулись на эту идею Мегре. И книги Анастасия стали строить свои дома. Я дам лишь некоторые параметры, которые важны. Первый параметр это большое, большой участок, не шесть соток, это гектар. Ты можешь его охватить взором энергетическим, защитить свое пространство, себя, свою семью. Мы здесь говорим про дочернюю Меркабу, которая охватывает ваше родовое имение, оберегая, очищая, оздоравливая тех, кто там живет. Еще довольно серьезное место силы это слияние двух рек. Если кто-то был в Нижнем Новгороде, это хороший пример, я просто там был, который показывает мощь, которая дает, вот эта мощь слияния двух рек, энергия, прана, земли, дает городу силу. Например, под крупными городами, столицами существуют мощные порталы. Может быть, это метеоритные кратеры, которые пробили и дают вот это ядро железное для города. Не буду называть специальные города, сами подумайте, где вы ощущали, чувствовали такую энергетику. Поэтому туда льется финансы, люди туда стремятся, чтобы ощутить вот эту энергию, свет, зарядиться, наполниться жизнью. Еще один аспект линии Хартмана и чакры Земли. Вы все знаете, что Земля неоднородна. У нее есть определенные точки напряженности, точки, мы их называем места силы, но даже линии силы, по которым вы можете идти, ну, дорога жизни, например, шелковый путь, это не просто все существует или произошло. Эти линии, по которым идут разломы, по которым бьет энергия, и вы можете подзаряжаться. Эти линии есть как в земле, так и в воздухе. Кто-то хочет фантастику почитать на эту тему. Это миф. Миф и другая реальность. Есть такие книги, читайте, на здоровье там про это рассказывано. Продолжаем тему чакр человека и линий Хартмана. Как вверху, так и внизу, как внутри, так и снаружи. Такие же линии есть и у тела человека. Вы знаете, наади, каналы. Земля ничем не отличается от тела человека, тело человека не отличается от Земли. У нас есть чакры, у Земли есть чакры. Наверное, вы слышали в разных книгах, может быть, читали, может быть, в Ютубе о том, что люди путешествуют по чакральной системе, восстанавливают ее, активируют себя, саму чакральную систему. Да, действительно, это так. То есть есть особые, очень мощные, то есть есть не сильные, есть средние, а есть очень мощные места, их немного, их, может быть, десяток-двадцать на планете, где вы восстанавливаете сильнее, быстрее свои силы. Вот в том числе это могут быть столицы городов, Стоунхедж, Плато Гиза и многие другие места, крупные, известные, где паломничество идет. Иерусалим тот же самый. Микроместа силы. Это просто деревья. Вы можете зарядиться, зарядить свое тело, расслабиться, снять стресс, обнявший дерево, понимаете? Это тоже является живительной линией, выходом из земли информационного канала. И многие этим пользуются. Попробуйте сами. Напишите в комментах, делаете ли вы такие чудесные вещи, верите ли вы в это. Еще один пазл – это источники, святые источники. Может быть, у вас на даче есть рядом, может быть, в храмах вы их набираете. Они тоже бьют из земли, собирают информацию недр и передают человеку. Существуют факты, что они исцеляют. Кто-то полностью от болезни исцелился, от тяжелой. Кому-то просто легче стало. Но да, действительно, это место силы. Причем органическое. То есть вы можете в бутылку набрать и собрать с собой. Но сохраняет такая вода в бутылке свойства недолго. То же самое фрукт. Вы съели фрукт с дерева сразу, прана влилась в ваше тело. Вы фрукт подержали 2-3 месяца, уже нет почти праны там. То есть каждый живой организм имеет набор маны, праны в своем объеме в определенном. Завершу я этот ролик темой про сеть сознания вокруг планеты. Это не эзотерика. Об этом знают ученые многие и те, кого нельзя называть. 100 километров примерно над землей энергетические некие структуры, похожие на сакральную геометрию, которые связывают сознание всех людей в виде электромагнитного излучения, в виде, в принципе, энергетического излучения, любого другого, которое нам известно и неизвестно. И, во-первых, оно математично. Оно внутри себя имеет как бы интернет некий, через который мы можем общаться. Например, мама чувствует, как с ребенком там что происходит. Или кто-то передал кому-то мысль, вот подумал и передал. Мы телепатию называем. Но на самом деле тут есть много научного подтверждения. Целые институты изучают это. Если вы об этом не слышали, не знаете, загуглите. Мы снимем отдельный ролик на тему сети сознания Христа. Он связан непосредственно с местами силы. Потому что, если вы помните в этом ролике, я вам говорил, что соединение Земли и неба живительно важно для планеты и для человека. Соответственно, соединение неба идет через сеть сознания Христа. То есть вы решетку сознания выходите в космос. И соединяя земные токи, информационные потоки, через себя в сеть сознания Христа передаете данные в космос. И обратно точно так же, и из космоса, через себя передаете данные в Землю. Пишите комменты на те темы, которые я затролкнул в этом ролике, пожалуйста. Мне очень будет интересно ответить на них и снять новый материал, если вам это понравилось. Увидимся на уроках. Скачивайте медитации, скачивайте мини-уроки, заходите в мастер-класс. Там увидимся. Продолжение следует...